Добрый день всем моим подписчикам, а также зрителям моего канала. Хочу прожить сегодня по небольшой лебез для начинающих сварщиков, которые только-только начинают еще сварочные работы дома, для себя. По поводу электродов. Сейчас немножко расскажу о электродах. Существует 5 видов покрытий для электродов. А, Б, С, Р, П. Что это означает? Если стоит на упаковке А, покажу просто. Кислые электроды. То есть покрытие кислое. Это все для сварки металла. Металла. Стали. Стали. Металла. Вот. Я не беру здесь нержавейку, не беру алюминий. Вот. Сейчас я буду показывать электроды. Кислые. Б. Для основного покрытия. То есть это постоянка. Именно вот ОНИ. ОНИ. Б будет покрытие. Для основного покрытия. Б. ОНИ. Вот видите? ОНИ 315. Вот он есть. Есть еще что-то написано на электродах. Я потом его сейчас немножко обошел. С. В покрытие входит целлюлоза. Для сварки тонкого металла. Там будет шлак, немножко тоненький такой будет выделяться. Хорошо тонкий варить металл. Л. Рутиловые электроды. Для сварки современным и постоянным током. Это вот МР-ки идут. Рутиловое покрытие. То есть покрытие рутиловое. И П. Прочее покрытие. Вот это 5 видов, которые находятся на покрытии на электродах. Сейчас застряю ваше внимание. Вот видите электроды марки МР. Вот марки МР. МР написано. Марка МР. Вот у них видите R23. То есть рутиловое покрытие. Вот этими электродами как переменка, так и постоянка. Я уже не застраиваю ваше внимание. Обратной полярности, промой полярности. Это я вам потом расскажу. Для начинающих вам это не нужно знать. Взяли вы МР-ку. В ней можно варить. То есть не зачищая металл. Не зачищая металл. Вот взяли МР-ку. Не зачищая металл и начали варить. То есть для вас, для начинающих, это самая лимитарная электроды будет. Пришли вы на рынок, посмотрели. Есть такие электроды? Купили. Желательно куплять естественно троечку электродов. Диаметр троечка. То есть у меня получается маленькая, вот троечка примерно электродов. Троечка электродов. Они здесь есть зеленые, синие. Вот, троечку электродов. То есть этим электродом можно варить. Без зачистки именно поверхности. То есть по ржавчине можно варить. Вот. Так же к этим моим маркам относятся вот к МР-ке. Относится ОНО-21. Она такая же, то есть переменка, постоянка. Тоже с рутиловым покрытием. Тоже неплохо варить. Ну, это все варят. Для начинающих. Я не варят, которые специалисты. Которым нужны именно уже хорошие электроды. Это для начинающих. Вот видите, тоненькие электроды. Да, для начинающих, это они неплохо будут варить. То есть они только варят нижнее положение шва, вертикальное положение шва, потолочное шва. Но нельзя варить сверху вниз. Так, берем ОНИ. ОНИ. С основным покрытием. Здесь вот на них вот и должно быть указано. Вот смотрите, есть у них. Вот стоит Б. Вот видите Б. Основное покрытие. Здесь это постоянка. Переменкой вы варить уже не будете. Если у вас сварочный аппарат переменка, то естественно постоянку уже варить вас не будет. Он будет залипать. Пролепать. Поэтому электроды эти не берите, если у вас есть. Если у вас сварочный аппарат переменка. Это для начинающих. Хорошо я заостряю внимание. Вот. ОНИ как требуют зачистки. Именно металла. Зачистки металла. Но вот как и я. Ну это для каждого любителя. Я предпочитаю варить ОНИ. Для меня они как-то лучше. Как пластилином должен. Но поры у них больше. Если что. Импортные электроды. Вот я вам показываю. Японские электроды. Вот видите марка. Эти электроды варят во всех пространственных положениях. Троечка. Является мировым. Мировым лидером. Всех сварочных работ. Это мировой лидер. Ими варят трубопроводы. Ими варят. То есть магистральные трубопроводы имеют. Какие-то корабли. Сюда. То есть это мировой лидер. Вот видите. Варочка. Вот. Все можете посмотреть. Тоже. Неплохие очень электроды. Ну вот что я хотел сказать. Для самых начинающих сварочек. Варочка. Варочка. Варочка.